всем привет кто смотрит записи ну сегодня короткая не знаю можете можете поставить ускоренную может нет и кто смотрит записи сегодня будет с практикой занятия поэтому прежде чем там дальше смотреть вам надо будет подготовить пространство комнату вот где вас не никто не будет отвлекать какое-то время и место на полу там на коврике или на плете для того чтобы можно было сделать практику значит что у нас на данный момент на данный момент мы в прошлый раз закончили тем что да если вам плохо видно то включайте режим вид докладчика тогда вам будет лучше видно но если вы на смартфоне то так свайпните по моему вправо вот чтобы только я был на экране ну кто разбирается сами разберемся значит что чем мы закончили прошлый раз тем что нам необходимо вот этот сегмент начать расширять вот расширять скажем так пока 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 вот этот пирог вот не таким кусочком будет так пока мы его полностью не не охватим и скажем так на полную не начнем жить на полную не заживем на полную ну понятно что так как я вам по моему это я вам это не рассказывал сейчас с течением с течением времени с течением времени наше восприятие расширяется это вам не говорил он еще да вот расширяется соответственно пока у нас если у нас этот сегмент но образовался он образовался потому что позитивно негативном отношении в этой иллюзии мая мы все так или иначе проходим этот опыт вот там даже но это библия что вы будете познавать добро и зло но это смысле плохо хорошо и соответственно позитивно-негативное отношения и соответственно с течение времени так как сознание расширяется естественно то вот этот фигмент он как бы становится уже ну создание расширяется а получается что относительно сужается и поэтому с течением времени вот все теснее теснее становится Ну и вы можете посмотреть на старичков, на некоторых, ну бывают, конечно, кто расширяется тоже, но что несчастные из-за сожалений, из-за чего-то, в общем, постоянно, вот, поэтому как расширяется, давайте вот этот сейчас вам покажу пример. Во-первых, вот эти все уровни, вот это, скажем так, метафорично можно представить, что это как срез дерева, да, ну, понятно, что это многомерный, но как метафору уловить, да, вот, и что тут можно на срезе дерева, когда мы смотрим на срез, там вот эти линии тоже, вот, и линии, это как года, сколько дерева. Прожила, да, знаете это, да, вот, ну тут как бы не года, вот, а тут, скажем, уровни нашей психики, которые мы осваиваем, вот, но некое, некое такое сходство и метафора тоже есть, это как фрактальность всего, то есть тоже можно тут это увидеть, вот, и вот эти уровни, эти измерения психики мы осваиваем тоже с разным возрастом, вот, вот этот эфирный, эфирное тело, мы его осваиваем, ну, скорее, конечно, это еще с пренатального периода, когда у мамы в животе еще, но когда уже младенец родился, то очень прямо осваивается именно это тело, и тут ответственность, сейчас ответственность, ответственность, кстати, потом еще скажу по поводу ответственности некий момент, и тут ответственность младенца тоже есть, вот, как отклик, отклик на некие обстоятельства или на то, что есть. Вот у младенца отклик какой? Комфортно-дискомфортно, то есть вот его ориентир. Голодный, значит, надо сигнал подавать, холодно подавать сигнал, описался, обкакался, подавать сигнал, вот, спать хочу, тоже сигнал подавать. Ну, то есть это способ в этом периоде выжить, вот, от человеческого существа в виде еще в теле младенца, вот, и это ответственность младенца, и это ответственность, вот тут можно уже убрать такое, что это что-то долг, что это обязанность, что-то еще, это просто реакция, отклик на то, что есть. И в каждом возрасте своя ответственность, вот, и, ну, и, соответственно, когда мы осваиваем, вот, тоже есть определенный объем восприятия, который мы можем воспринимать из этого тела, из этого возраста. Ну, и у младенца, если кто сможет там представить или вспомнить, примерно какой объем? Ну, детская кроватка, ну, плюс еще там метр, может, парочку, вот, я помню, у меня одно воспоминание есть, оно как-то яркое, я его потом вдруг раз вспомнил, вот, оно, как будто и не забывалось, на самом деле, так в памяти было. Вот, это где-то до года, скорее всего, было, мама, так в шутку, я у мамы на животе лежала, она меня кормила еще грудью, и она стрельнула в папу молоком, вот, и это была веселая такая ситуация, в общем, для всех и для меня, вот, и я так примерно вспоминаю, ну, папа где-то в полутора метрах был, я его четко не помню. Маму вот так еще более-менее я видел, вот, а папу я не помню, но я понимал, что это папа где-то в полутора метрах, то есть примерно вот такой какой-то объем восприятия. Вот, это я про то, что расширяю. Потом, следующий уровень это, ну, вообще уже эмоция начинает появляться там с двух недель, ну, такая даже информация есть, что до двух недель еще у ребенка нет эмоций. Он там не улыбается, вот, хотя любого вроде улыбалась, но других эмоций у нее точно не было, вот, или сигнал, что, ну, там, что-то надо делать, вот, или, вот, но постепенно там эмоции начинают появляться, и это уже освоение этого астрального тела, вот, тело эмоций. И сейчас вот в Любаве год и два, вот, она с нами общается, ну, пока непонятно, что она там говорит. Ну, немного можно догадаться, там, там, Тата, почему-то она, кстати, Тата, никто ее не учил, у нас никто не разговаривает так, и она, ну, она Тата, или Дэди, какие-то вот такие прям слова. Вот, и она с нами общается эмоциями, и Добрыня тоже до того, как еще заговорил, общался с нами эмоциями. Если ему там что-то надо было, мы не понимали, вот, он там мог или в агрессию попасть прямо, и там, пока мы не поймем, и мы там перечисляем, что, 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 то, когда только попали, он так раз сразу улыбается. Вот, или плакал, вот, ему там то-то-то-то, только попали, сразу улыбается. То есть, ну, мы прямо видели, что он общается нами, то есть, это язык общения его, то есть, ребенка, эмоции, это язык общения вообще, то есть, это ответственность, так проявляется ответственность. Отклик на, и способ, и способ, что-то передать, то есть, это эмоция, это язык общения ребенка. Ну, объем восприятия постепенно тоже там расширяется, там уже квартира, потом двор потихоньку там, и так далее. То есть, расширение постепенно происходит, докуда уже восприятие. Сейчас вот, ну, у Добрыни, ну, так мы в садик ездим, в принципе, в Киев, это там, ну, то есть, у него так уже достаточно широко. Ну, самостоятельно, самостоятельно, ну, он во двор может у нас тут в доме выйти самостоятельно. Пока самостоятельно куда-то там дальше особо не выходит. Значит, что, следующий уровень, следующий ментальный. В принципе, я так, ну, как бы, аналитически так понимаю, что это примерно шести лет в среднем. Это вот как в школу дети идут. Но я так понимаю все равно, что это раньше. Вот сейчас смотрю под Добрыни, он там, ему сейчас пять будет. Вот, но он уже с четырех так начал нормально там исследовать уже. И там в телефоне начал разбираться, в компьютере разбираться. Сам выбирает там, ну, мы там сейчас закрыли доступ в Ютуб, там, и такие вот программы, которые там непонятно, что он там насмотрит. Вот. А там развивающие программы, он сам себе выбирает, что смотреть. Вот я смотрю, он там сам, там, например, алфавит английский или русский, или там украинский. Сам, я смотрю, ну, там в интересной такой игровой форме, даже в песенной, некоторые программы. И он, я смотрю, что он сам, то есть он сам учится. Вот. То есть, ну, это сейчас ему пять лет будет в январе. Поэтому, конечно, вот это как освоение, это не то, что вот все, шесть лет и линия. Вот понятно, что у каждого индивидуально, но как бы примерно можно почувствовать. Вот. То есть, это что? Это начинает ментал развиваться, обучаемость появляется и начинает, ну, как ментал начинает развиваться. Ну, и сначала такие простые, простые, там, скажем так, мысли, формы и так далее. Вот. А потом уже системное мышление. То есть, системное мышление, которое способно, там, охватывать, например, концепции какие-то, или, там, например, религии, там, или что-то, ну, такое вот, более масштабное. Вот сейчас доброе, там, религию или что-то, ну, что-то вот такое масштабное, то есть, ну, не зайдет. Вот. И, ну, этот уровень, тоже, так, ну, нельзя сказать, что он там где-то грань какую-то конкретную имеет, когда мы его осваиваем. Вот. Но примерно до восемнадцати, до восемнадцати идет взросление. Вот. И примерно плюс-минус, там, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, ну, и так далее. До двадцати четырех происходит сепарация от родителей. Вот. Но она все равно происходит. Понятно, что там какие-то могут еще программы быть, которые созависимость и зависимость поддерживают. Но это, естественно, все равно идет процесс сепарации. То есть, подросток уже становится, там, это юность и молодость, кстати, вот эти периоды тоже, они достаточно интересные, там, до примерно, ну, до двадцати четырех, там, и чуть больше. И сепарация, это значит, что подросток начинает становиться уже, там, девушкой или молодым человеком, и уже больше ответственности самостоятельности, взрослой именно. Самостоятельности, самодостаточности, независимости, больше сам отвечает за свою жизнь. Вот. И какой-то этот период еще идет, пока полностью они не сепарируются, полностью сам не начнет отвечать. И полностью ответственный за свою жизнь возьмет. Ну, что в подростковом возрасте, там, какая ответственность? В подростковом возрасте причинно-следственные связи исследуют уже подросток. Вот. И, в принципе, родителям хорошо показывать, показывать эти связи. То есть, есть действия, то есть, соответственно, это какая-то причина будет, вот, и есть последствия. Вот. И ребенку, подростку, точнее, тут очень полезно и, ну, необходимо исследовать и учиться. То есть, осознавать и, ну, скажем так, даже если не предвидеть и не предчувствовать последствия своих действий, то, во всяком случае, осознавать, что ответственность здесь не только за само действие, вот, а и за последствия. То есть, что это что значит? Что происходит взросление, ему так или иначе придется, ну, не то, что даже придется, что необходимо будет отвечать на последствия, на последствия. То есть, в любом случае, на последствия необходимо будет отвечать. Вот. И постепенно, видя причину, какое последствие, вот, подросток, он постепенно видит вот эту причину-следственную связь. И момент действия уже может видеть сразу последствия и сразу отвечать вообще, ему надо это или не надо. Вот. Уже более ответственность за само действие происходит. То есть, тут уже обучение происходит. И дальше взрослая психика, еще больше расширение. В детском, я помню, это примерно 6-7 лет, может, что-то такое. Я ходил в универсал, еще в Советский Союз, где-то метров 400-500 от дома. Но это было путешествие. Вот я сейчас вспоминаю, это было путешествие с впечатлениями на целый день. То есть, пусть 600 метров, ну неважно. Но это, в общем, сейчас может 15 минут занять туда-сюда, и как ни в чем не бывало. Но это было у меня путешествие. Потом подростковая молодость, тут у нас уже такие освоения этого 3D-пространства. В принципе, мы тут уже способны путешествовать сами по миру. Вот уже в молодом и юношеском возрасте. Вот и когда уже взросление происходит, уже тут включается еще одно измерение. То есть, уже не трехмерное. И тут, так или иначе, у нас уже появляется запрос на реализацию, то есть исследование внутреннего мира. Но у меня это немного, скажем так, ну не то, что затянулось, но, в общем, это у меня включилось. Вот такое действительно самооследование, это где-то после 30-ти. То есть, наверное, это тоже какой-то некий такой переход, вот этого каузального, вот взрослого уже возраста, когда... Ну не у всех. Сейчас я вижу, что у многих намного раньше это включение происходит. И... То есть, это не только внешнюю территорию мы тут уже исследуем, а мы уже исследуем и более глубокие уровни внутренней территории. Вот и взрослая ответственность тут уже откликаться. Откликаться на... Отклик действия. То есть, причинно-следственные связи мы изучили, исследовали в подростковом возрасте. Поэтому мы уже знаем, осознаём последствия своих действий. Вот и поэтому у нас уже простроены нейроны. Понятно, что сейчас мы так не научились, и нам это необходимо будет всё быстро делать параллельно. Вот исследовать все эти уровни параллельно. Вот. Но в этом марафоне, в принципе, вы это сможете сделать. Вот. Ну или начать это делать. Но тем не менее, уже параллельно все эти уровни исследовать и... Ну, не растягивать там на года или десятилетия. Вот. А делать сейчас и одновременно. Но если говорить, как мы видим, что это в гармоничном развитии, то в подростковом возрасте подросток уже причинно-следственные связи изучил. Вот. И уже простроились нейронные связи. Уже есть навык сразу видеть следствия своих действий. Понятно, да? Вот. Соответственно, во взрослом возрасте не надо всё время анализировать, какое будет последствие моих действий. Потому что уже простроены нейронные связи, которые сразу следствия выявляют. То есть сразу же в моменте это видно. И поэтому тут уже во взрослом возрасте 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, вот, оно уже, ну, не очень, скажем так, эффективно. Вот. Потому что, когда, если у вас наработались эти связи, то у вас ваш этот квантовый компьютер, квантовый компьютер – это скорость неимоверная, вот, способен вычислять вот эти 7 раз отрежь в доле секунды, в доле секунды. Вот. И, соответственно, там разница, скажем так, промежутка между откликами действиям, вот, может и не быть. Может и быть, конечно, какая-то, какая-то новая ситуация или что-то такое необычное, вот, что вам необходимо, как бы, простроить, что в данный момент, вот, отбросить какие-то ограничивающие, ограничения, которые вам за откликом этим не позволяют идти. Отпустить, отбросить и идти дальше за откликом. Есть. И дальше следующее измерение, это уже бутхическое, вот, это уже тело мудрости. Знаете, как, кстати, с буквой «Старик» расшифровывается? Человек, открошивая себе суперспособности. До этого кто хотел стариком стать? Ну, то есть и какой там образ? То есть образ какого-то дряхлого, а это, это, это фактически, не знаю, там, этот, герой Марвел, можно сказать, или, вот, ну, то есть человек, открывшийся в суперспособности. Поэтому это уже тело как раз мудрости тоже, оно тут уже включено, и... Ну, что тут, тут уже, тут уже, если, если в каузе, если в взрослом возрасте реализация происходит через действие, это еще как действие, то в этом измерении для реализации уже нет необходимости, не обязательно действовать, точнее. достаточно просто быть и присутствовать. Потому что сам уже будхи, вот, если вы уже этот уровень осваиваете, вот, создает событие, и... Уже это измерение создает сам событие и действие. Поэтому это уже как раз суперспособности, когда вы просто своим присутствием уже создаете. И поэтому, ну, в принципе, если говорить такое в реализованном виде, людей в этом уже освоившие это измерение, я так вот вижу, что это уже учителя, люди, которые, ну, уже, скажем, раскрыли мудрость в себе, даже не обрели, раскрыли, потому что это, это измерение, оно, оно есть. Мы просто его осваиваем со временем. Оно есть. Вот, даже я, я так, я так, ну, вижу, что это измерение, оно реинкарнирует с душой вместе. То есть оно есть. Это вот как раз там, где, там, в каком-то, там, может быть, заархивированном виде, или в каком-то таком виде многомерном, память, там, разных воплощений хранится, это и семена кармы, вот и так далее. Соответственно, в этом состоянии, ну, к вам уже тянутся люди как к источнику мудрости, как источнику. То есть это уже центр, некий центр, которому, вокруг которого, но если говорить там про род, про семью, то это, например, уже поколение, например, бабушки и дедушки реализованные, самодостаточные, которым приходят дети и внуки как к источнику мудрости. Или побыть в поле, или спросить какие-то вопросы, что-то, чем-то, чтобы поделились. Ну, в общем, это уже такой, ну, источник силы. Потому что это уже измерение, оно по объему очень масштабное. И, ну, то есть это действительно как способность уже создавать события. Так, Артём, это у Хайнлайна на Марсе авторитетные старики. Мудрейшие из мудрейших, со сверхспособностями они не обязательно воплощены. Ну, вот, в общем, стираем вот эту тему со стариками дряхлыми и... Да. Следующее измерение, это атманическое, это ещё плюс одно измерение. Это как тело души. Ну, это истинное, как истинное, это уже истинное я, это душа. А тут уже нет дуальности. Там, наверное, где-то смотрела, по-моему, в рульнах, что ду, это как двойной ду, мужское-женское. А ши, я вот не помню, что там ши. Ну, в общем, это... Мы, кстати, вчера вспоминали, где мы что-то вылетели. Вот, то есть это уже соединяющая в себя вседвойственность. То есть душа без... не имеет мужского и женского, как бы... То есть это цельная сущность. Но это уже... Тут уже, да, тут уже даже, наверное, такая реализация, прям реализация просветлённого мастера, просветлённого учителя вот с этого уровня. Прям напрямую тут нет искажений. Вот, ну, за дух, что тут сказать? Это тут... Это гений. То есть это гений, гениальность. Гениальное проявление – это... Ну, то есть... Отдать себя, чтобы дух проявился. Вот тут, скажем... Ну, тут миссия написана, но, может быть, это и миссия. Вот, заодно можно так это прочитать. Ну, наверняка, да. Хорошо. То есть расширение происходит, постоянное расширение. Вот, и я когда был... Вот эту схему я получил на тренинге «Бизнес как духовный путь». Там, ну, в общем, это для разных уровня бизнесменов. Ну, там разные люди ходили, но смысл такой был заложен. Вот, и тренер там сказал такую штуку, она мне прямо откликнулась. Говорит, что всё, что необходимо делать, это просто успевать вовремя расширяться. То есть расширение происходит, как вот... Ну, сейчас уже там, правда, новая теория, типа, что нету... Не было взрыва, там что-то такая тема пошла. Вот. И не расширяется или там что-то такое. Вот. Но мы можем увидеть, поэтому, что аналогия тоже есть, что расширение постоянно происходит в внутренней Вселенной. И необходимо просто успевать расширяться. То есть, соответственно, выбрасывать мусор, балласт, который оставляет в этом зауженном состоянии. Всё. И в этом расширении просто открываются новые способности. Постоянно это что-то новое. Постоянно, постоянно, постоянно. Новые возможности. Ну, даже тут... Ну, вот мне такой сейчас пример привёл, например... Пришёл, например... Ну, у меня пока сейчас вот дети. Вот. Но как быть дедом, дедушкой? Ну, я пока только могу это как проживать внутренне, там, на примере какого-то... Там, на примере каком-то, или там как-то и в медитации какой-то. Но когда я стану дедушкой, и у меня тогда этот архетип включится, я тогда этот опыт буду получать. Вот это будет другой совсем... Ну, это другой опыт, чем у меня с детьми. Вот. Ну, к примеру, если такой брать пример. То есть, постоянное расширение. Необходимо успевать расширяться. То есть, постоянно убирать ограничения, мусор. А эти ограничения, вот это не что-то плохое. То есть, не надо к ним негативно относиться. Помните, принятие как есть. Мы не боремся с ограничениями. Вот. Мы выбрасываем их как то, что уже потеряло актуальность и необходимость. Как мусор. Вот. Мусор тоже нету негативного отношения. Вы в ведро заглянете, вы видите там, что все вещи, ну, практически, если разве что не купили что-то ненужное. Вот. Но все вещи в ведре, вот это в прошлом, необходимые были какие-то вещи. То есть, уже просто они перестали быть необходимыми, или уже исчерпали свой ресурс, или что-то еще. Точно так же с этими всеми программами, которые там у нас в психике. Просто необходимо вовремя это выбрасывать. Вот. То, что было актуально в младенческом, в детском, в подростковом возрасте. И сегодня мы будем выбрасывать из младенческого возраста. Вот. Потому что, ну, там у нас сформировался паттерн такой, побегать дискомфорта. Ну, может быть, не у всех сильно. Вот. Но поднимите руку, у кого да. Побегать дискомфорта. Не хочу дискомфорт, хочу комфорт. Вот, кстати, кто в записи смотрит, сейчас вот вам скажу. Саш, ты уже сколько на ретритах был. Я думал, что у тебя уже, в принципе, это, ну, не то, что должно, так без ожидания, но в большой степени может уже проработано быть. Да. И кто сейчас вот на эфир, я там объявил эфир, 7 часов внезапно, там, ну, не внезапно, за 2 дня предупредил, 7 часов утра. Я раньше только по 7 утра проводил, кстати. Вот потом на 8 перешел. И вот кто не пришел на прямой эфир? Из-за чего вы не пришли? Из-за того, что там у вас другие планы? Вот. Или неудобно так просыпаться? Или не комфортно просыпаться так рано? Вот. И тут как раз про ответственность уже взрослую. Подростковая, то есть детская, это младенческая ответственность, действительно, комфорт, дискомфорт. Вот. Но это было в младенчестве, актуальная ответственность. Вот. Если вы сейчас ориентируетесь на комфорт, дискомфорт, вот, в выборе своих действий, в решениях, это самая грубая оценка. Вот это вот тут ориентир, вот здесь сейчас почувствуйте. Это просто грубее оценки нету. То есть, если вы ориентируетесь, комфортно вам или некомфортно, грубее оценки – это не ответственность, уже взрослая. И грубее оценки уже просто не придумаешь. Если вы просто ориентируетесь, вам там будет комфортно или дискомфортно. Потому что на пути вашей реализации истинной и сейчас в контексте денег не всегда комфортно всё будет. Так понятно же это или нет? Расширение, на пути расширения, на пути там, ну не знаю, необходимо какие-то действия сделать, проявиться где-то, какой-то проект новый начать. Но может быть комфортнее оставаться в старом состоянии, ничего нового не начинать, не сталкиваться ни со страхами, ни с дискомфортом, ни с другими людьми. Это оставаться в таком своём состоянии, комфортном. Так комфорт-дискомфорт для взрослого – это уже не ответственность. Вам не дискомфортно – это не ответственность. Неудобно – это не ответственность. Это не отклик. Неудобно. Это не отклик. Негативная реакция какая-то – это не отклик. Нежелание – это не отклик. Вот это вот уловите. И кто не пришёл сейчас на эфир, почувствуйте. Я сейчас это говорю полностью без каких-то критики, осуждений, просто чтобы вы поисследовали сейчас внутри. Вы когда узнали, что в 7 утра будет у вас, что будет эфир у нас, у вас был отклик или нет? Вот там внутри почувствуйте, был он или нет. И если был, то то, что не дало вам прийти, это программы, которые привели к безответственности. Если необходимо было пораньше лечь, вот это же взрослая причинно-следственная связь, вы же это можете тоже уже осознать, что если пораньше не необходимо встать, то, возможно, необходимо пораньше лечь. Вот. И нет проблем. Вот. То есть вы видите причинно-следственную связь, вы видите, как это вообще… Вы сейчас можете увидеть, как это на другие ситуации в вашей жизни проецируется. Вот. Как в других ситуациях в своей жизни, где у вас раз отклик, но вы по-детски или по-младенчески даже, вот, избегая дискомфорта, ну, оставались в каком-то старом паттерне. Главное, что много намерений действует на марафон, а вообще ничего, мы пока расширяемся, потому что комфорт-дискомфорт – это такая, ну, паттерн достаточно мощный и достаточно сильно ограничивающий. Вот вы сколько рук подняли. Значит, как он этот паттерн… Что нам необходимо сделать с этим паттерном? Нам его необходимо полностью расформировать. Вот тут внимание. То есть нам необходимо полностью избавиться от дискомфорта. То есть у нас даже боль не должна вызывать дискомфорт. Ну, боль. То есть боль, ну, ощущение. Необходимо разобраться с этим, направить туда внимание, взять ответственность. Что у меня что-то болит. Понятно, да? Примерно сейчас, ну, теоретически. То есть полностью вот эта граница комфорта-дискомфорта, оно должно полностью исчезнуть. Это было полезно в младенческом возрасте. Вот там это был способ наш выжить. Вот сейчас во взрослом возрасте это самое грубое, что может быть. То есть это как младенец тогда. Мы тогда как младенец себя… То есть это младенческая ответственность берём, а не взрослую. Если проспала, пришла, но с опозданием. Это не только здесь проявляется. Но это уже другой немного паттерн. Ну, исследуй. Вот исследуй намерение. Тут намерение работает. И быть вовремя, например. Быть в гармонии с событиями своей жизни. Ну, вот намерение тут. Значит, показываю пример. Такой сейчас мем. Люди говорят, я потом вспоминаю этот мем. Допустим, вот это дискомфорт. Или там боль, пусть будет. Чё-то неприятное, какое-то ощущение. И пока у нас этот паттерн побега дискомфорта есть. Ну, я так покажу образ такой. Наша психика на автомате что делает? Сопротивляется, борется, ожидает, когда закончится. Избегает, игнорирует и так далее. Ну, образно можно так это сказать. Вот эта боль, показать ещё нет. Знакомо? Да? Вот, и нам необходимо сейчас поменять этот паттерн. Потому что это боль и дискомфорт. Это чисто психическое, психологическое состояние. Сейчас у меня под рукой тут нету. Но цитата там в книге есть. Я вам потом тоже её сброшу. Вот где-то в интернете мне попалось. И звучала она так, что пока вы убегаете от боли, она вам наступает на пятки. Постоянно вы не можете от неё избежать. Это же в вашей психике находится. Вот боли и дискомфорт. Вы не можете от неё убежать. Это неэффективно. Вот. Постоянно она наступает вам на пятки. И пока другие, спасаясь от боли, дискомфорта, постоянно убегают. Вот. Некоторые встречаются с болью наравне. Вот. И видят, что её просто нет. Да, и что там ещё, что об этом знают, ну, практически все, ну, мастера, если говорить про мастеров, мастера единоборств. Что боли нет. Вот, соответственно, пока, ну, там такая, типа, субъективная такая статистика, что пока 95%, вот, убегая от боли, живут свою жизнь вообще не на полную совсем. Вот. То вот эти 5%, способны, встречаясь с болью, постоянно быть на гребне и расширяться. Постоянно быть в расширении, постоянно в развитии быть. Соответственно, нам необходимо поменять паттерн. Вместо вот этого. Вот когда в ретрите целостность я провожу этот эфир, он как бы про всё. Вот. Здесь можете как и про всё, так и про деньги конкретно смотреть. Где там вас зажимает, где там страх вызывает, где там у вас появляются какие-то ощущения неприятные внутри. Вот. Или страхи чего-то. Сейчас пока, как убирать более глубокие уровни, тонкие, сегодня мы с этим не разбираемся. Нам необходимо сегодня разобраться с ощущениями, с ощущениями. Вот. Чтобы ощущения, от ощущений вы не убегали. Чтобы вы могли, чтобы ваше эфирное тело было свободно от дискомфорта, ну и соответственно от боли. И паттерн поменять на такой. У меня там где-то была лампа такая, знаете, как для съёмок. Круглая такая. Вот. И я такое ещё показывал. Да, она горит, когда я голову засовываю туда. Раз. И головой вообще не видно. Только свет. То есть нам необходимо паттерн поменять. Вместо того, чтобы убегать, научиться встречаться. Но этот паттерн, так как он сформировался в младенчестве, это прям очень глубокие нейронные связи, которые, ну я бы сказал так, мыслью или там осознанием не всегда, ну я так даже в большинстве вряд ли удастся разобрать, вот. Но удастся разобрать через практику. И я сейчас про этот паттерн ещё вам маленький пример приведу. Ну как я понял, что это, ну как прям неосознанный младенческий паттерн на таком примере. Вот мы, когда Добрыня ещё была, Ира, беременная, пошли на один семинар. Вот какое-то современное, там какие-то немецкое учение, вот о том, как родителям взаимодействовать с младенцем до, там, в первые месяцы, в первый год жизни младенца. Вот, ну и там много чего интересного, в принципе, было, но одно меня прям зацепило, и дальше это как для моего исследования было. Там была одна, ну была такая фраза, что до полугода или там до года, до полугода, по-моему, у младенца формируется на будущую жизнь личная эффективность. До полугода. Личная эффективность. Я, честно говоря, ну уже ретриты проводил, и так уже в психологии разбирался, я говорю, да ну что вы говорите, ну как это может до полугода личная эффективность вообще формироваться? Говорит, ну смотрите, ребёнок, когда рождается, у него там, я не помню, какое там количество, ну в общем миллионы, миллиарды нейронных связей в секунду формируются, рассказывает эта ведущая. Вот, и соответственно, то есть это просто процесс сборки этого квантового компьютера. Вот, если у ребёнка, у него там обзор там метр-два, вот в поле зрения попадается какой-то объект яркий или какой-то интересный, или шумящий, вот для него это игрушка и цель. Вот, который он тянется, естественно, образом, ну видим по своим детям, что это там по-любави, вот этих погремушечки или что-то ещё. То есть, вот, если родители не понимают, что у ребёнка, когда он видит цель, вот этот момент достижения этой цели формируется вообще восприятие, что цель достигается. Что цель, раз, цель достигается, цель достигается, цель достигается. Вот, если родители в неосознанности, но не видят этих взаимосвязей, вот, то может быть, к примеру, такое, что там ребёнок тянется, вот, раз, забрали покормить, то есть не достиг цели. Вот, или там свои дела какие-то, или там перепеленать, или что-то ещё. Вот, если цель не достигается постоянно, то формируется восприятие, что миссия невыполнима, то есть цель недостижима. Зачем к ней тянуться, если она, ну, никогда не достигается. Понимаете? То есть, соответственно, у взрослого может быть такой уже паттерн младенческий, сформированный, который, ну, там не помнишь даже ничего. Вот, что ничего, ну, как это, может быть, как и причина прокрастинации в том числе. То есть, идёт какой-то отклик, но подсознательно даже не сдвигается с места, потому что есть там глубинные паттерны, что цель всё равно недостижима. Вот, если там, например, у вас что-то подобное вы наблюдаете в какой-то связи, тогда необходимо туда направить внимание, вот, и увидеть, что там ложка до рта, цель достигнута. Вот, до туалета дошли, вот, то-то сделали, то-то сделали. То есть, расширять, расширять, расширять и простроить, увидеть, что цель достижима. Вот, сейчас вот эта тема пошла с мухоморами, микродозингом мухоморов. Да, кстати, там поисследуйте, кто, кто хочет. Вот, это как опороченное много чего было в нашей жизни. Я удивлён, что как это мухоморы были так, ну, чётко это были давитые грибы. Вот, конечно, там в определённых количествах, ну, может быть, неприятные последствия. Вот, но то, что это прям лекарственное растение, вот, и это лекарственное растение, которое вот из таких нейронов, которые делают вот такие, просто, вот, и там в этом сочетании с ежовиком грибенчатым, ежовик грибенчатый, он прямо нейронные связи новые формирует. То есть, типа, нейронные связи у взрослого не формируются, вот, но вот есть растение, во всяком случае, ежовики, об этом много информации есть, вот, формируют новые нейронные связи. А этот амухомор их соединяет, вот, то есть, соответственно, вы создавая, достигая, 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 у вас формируются новые паттерны. То есть, не знаю, в такой, может, не в такой скорости, как у младенца, но в такой скорости, как вы можете, это сейчас в взрослом возрасте. Первое, что приходит в голову, это ли есть отклик. Я генератор по дизайну, жду возможности. Какая из них? Ну, если говорить про генератора, все-таки вот это видео вам сброшу, про отклики разных дизайнов. Если говорить про дизайнера, про генераторов, то это прямо телесно ощущается. Ну, у меня тоже это как, ну, это, не знаю, я четко чувствую. Какой из них, если это прямо отклики, вот есть такая ценпоговорка. Если ты стоишь перед выбором сделать А или Б, измени себя так, чтобы сделать А и Б. То есть, расширь свое сознание таким образом, чтобы сделать А и Б. Карьера или, там, семья? Ну, разве это выбор? Это у Блиновской было такое тоже, Ира там подписана, она у нее была или еще осталась, не знаю. У нее было это такое, а чего вы все время выбираете? Или-или. А чего вам не взять ИИ? Если это ваш отклик. Действительно. Вот, ну, так вот, поменять восприятие. Зачем выбирать? Вот, если это ваш отклик. Сделать ИИ. Ну, вот Лена пишет, я генератор все четко сразу ощущаю всем телом. Да, это ощущение, это отклик, это то, что вы не можете не делать. Вы можете как еще проверять? Заглянуть как бы немного из грядущего назад. Если вы это не сделаете, будете сожалеть? Ну, так интуитивно хотя бы прочувствовать. Вот, и, то есть, для начала, можете такие инструменты тоже использовать. У меня так сырой было, женой. У меня был блок стоял на, вообще, отношения в бизнесе. Из-за первой семьи, потому что там у нас такое тоже было, перепутаны все роли, и на работе конфликты были, и в семье конфликты были. Вот, и тут мы ресторан открыли, Ира, я чувствую, отклик пошел. Ну, отклик пошел. Я понимаю, что, блин, если я не пойду сейчас за этим откликом, я так чуть из грядущего назад посмотрел, вот, я буду, ну, что жизнь на, как бы, на полный этот момент я не прожил. Даже бог с тем рестораном, если он даже, там, не знаю, закроется, обанкротится, там, не знаю, разрушится, вот, из-за наших, там, каких-то конфликтов, потому что такое негативное воспоминание было. Вот, я понимаю, что я не могу его проигнорировать, этот отклик. Мне необходимо убрать все блоки и идти в этот опыт, вот, несмотря на те картинки, которые у меня из прошлого подгружались. Вот, но это дальше там будет, как это делать, вот, именно с картинками убирать и так далее. Значит, что мы сейчас будем делать? Соответственно, сейчас мы будем делать, работать с дискомфортом и болью, вот, исследовать вот это измерение своей психики для того, чтобы посмотреть, во-первых, как ваша психика реагирует, то есть какие там паттерны зашиты, вот, прямо, как пойти в исследование и поисследовать, раз. И второе, когда вы так по-настоящему пойдете с вот этими десять не, которые уже сейчас, не просто там где-то как-то теоретически, а прямо на практике, в ощущениях вы можете использовать. И когда вот эти десять не у вас сработают четко, то произойдет то, что вы своим умом предположить, ну, умом, да, предположить не можете. Вот, боль уйдет. Вот останется только ощущение от растянутых мышц и связок. Но боль, которая как страдание такое приносит, она уйдет. Значит, что мы сейчас будем делать? Так что мы сегодня недолго. Да, вот это понятно, например, по поводу миссия невыполнимая. То есть, так же, как вот этот паттерн мог сформироваться в младенческом возрасте, так же и вот этот паттерн мог сформироваться. Ну, не знаю, как там, например, вот пеленали в детстве нас. Это, ну, не очень комфортно, честно говоря, я так понимаю, младенца в таком состоянии. Вот этот побег из дискомфорта, это прям как перманентная... Да, Артем, ты хочешь сказать? Давай-давай, включай. Ну, просто, да, я хочу примеры взрослой жизни сказать, потому что детство-то там где-то далеко. Я вот, ну, на марафоне благодарность был и отследил тот момент, что, получается, я в себе во многом отказываю. То есть, там, ну, там, допустим, хочу, там, о чем-то мечтаю, да, там, и получается, ну, там, есть дети, близкие, там, жена и бизнес, туда надо больше инвестировать. Ну, и, там, себе в чем-то отказываешь. А получается, эффект какой, что я не получаю от бизнеса, как бы, обратной связи лично для себя. То есть, ты, получается, в чем-то отказываешь, и тебе внутренняя бессознательность сопротивляется, говорит, а зачем стараться? Все равно ничего не получишь. Зачем тянуться за этим колесом баланса, если оно подвешено там высоко? Ну, это, как понятно, там, ребенок может не достать, да. А тут в реальной жизни, допустим, ну, какая-то ерунда, которая, там, стоит, допустим, пять тысяч, да, там. И ты думаешь, ну, да ладно, ну, потом, в следующий раз. И так оно все, и бизнес на месте, и потому что ты же этих маленьких радостей не получаешь. И вот, благодарю. Следующая жизнь. Да, следующая жизнь, да. Ну, вот это тоже классно, Артем, благодарю тебя. И вот этот паттерн, который побегать дискомфорта тоже. Вот, ну, там, то ли там, может быть, или родители не всегда вовремя откликались на потребность младенца. Вот, или даже вот этот пример, у меня только сейчас пришел с пеленанием. Ну, это реально дискомфортно ребенку, может быть. И, ну, то есть, это как бы, как бы, потребность высвободиться. Вот, она как запись могла тоже остаться. Не знаю, как вот, ну, сейчас вот не пелен... Ну, у нас дети вообще не пеленаются, там, ни сосок у них нету. Вот, у Добрыни даже коляски, в принципе, не было. Да и у Любавы такая только маленькая. То есть, там, в таких она даже не спит на улице. Так, хорошо. Невозможно что-то либо сделать в телефоне. Он у меня оккупирован детьми. Начинаю смотреть эфир, есть отклик. Мама, дай телефон. А если не дай, то все равно перенаправь свое внимание на меня. Ну, смотрите, вот такие вот разные ситуации. Сразу обращайте внимание на ощущения. На ощущения. Вот это, я бы сказал, первое, что, на что обращать внимание. То есть, сначала, я езди сейчас всегда. Принятие как есть. Вот эти первые пункты такие. Сразу раз проверили. Я есть? Я есть. Принимаю как есть. Хорошо. Ощущения в теле. Вот, и вот ощущения в теле, вот, оно как бы игнорировалось. Вот, ну, не учились мы ощущения в теле, скажем, прослеживать. Вот, а необходимо прослеживать. И для того, чтобы, ну, первое, что принять ощущения в теле. То есть, не убегать, вот, разворачиваться. Вот, и вот это сейчас мы, когда научимся паттерн, паттерн, менять паттерн, вот этот побег от дискомфорта на то, чтобы входить в него и изнутри раскрывать. Он даст силу так, чтобы вы сразу раз ощущения, и там заякорили внимание. Вот, и уже дальше раскрываются следующие уровни. Вот, и вы тогда даже вот такие ситуации. Мама, дай телефон там или что-то еще. Вот, и вроде бы как внешняя ситуация. Но она же не внешняя, она внутренняя. Там же какие-то внутренние процессы идут. Вот, и реакции, эмоциональные реакции. А под эмоциональными реакциями, поддавленными. Помните, негативное отношение к эмоциональному, на ребенка. Кричать там это не, ну, плохо и нельзя. Вот, соответственно, там есть ощущения некие дискомфортные внутри. И вот первое, что на эти ощущения, их начать раскрывать. Вот, и потом, как бы с этих нижних уровней, когда вы начнете убирать реакции с нижних уровней, вы тогда дойдете до восприятия, что вы можете ментально теперь уже расчистить. Вот, и дальше, все дальше, дальше, ну, это станет проясняться. Потому что пока мы в дискомфорте, ну, в младенческой психике. Что-то младенец будет делать с детьми. Понимаете? То есть уровень восприятия сужается до младенческого. Если вы в дискомфорте, не обращаете, не замечаете это. Дайте младенцу с детьми разбираться. Что там будет? Ну, это не соответствие. Хорошо, значит, сейчас перемещаемся на пол. Готовы? Ну, мы тут, я на записи сделал паузу. Если вам надо, вы остановите запись и переместитесь на коврик. И дальше включаете. Да, когда самостоятельно будете делать, в следующий раз. Можете разминку еще перед этим сделать. Какой-то там, потянуть мышцы, там разогреться. Может быть, после пробежки или чего-то такого. Или после дыхания. Вот, будет, как бы, телу более проще. Значит, мы сейчас будем делать бабочку. Сейчас пока показываю, как. Вот, стопы вместе. Стопы вместе. Пока показываю, да. Спина максимально ровная. Шея тоже ровная. Не гнете. И подтягивая стопы. Как бы, типа, подтягивая стопы, вы на самом деле подтягиваете туловище вниз. И достаточно интенсивное вот тут появляется ощущение в промежности, в бедрах. Здесь внутренний поверхностный бедр. Может быть, может быть, поясница. Значит, я включу музыку. Вы когда самостоятельно потом будете делать, можете свою какую-то музыку там выбирать. Я могу там посбрасывать еще разные такие поднимающие дух и волю. Композиции. Значит, когда входим в практику, ваша задача преодолеть, то есть идти до конца и преодолеть дискомфортные, болезненные ощущения, которые вызывают страдания. Страдание – это чисто психический процесс. Вы когда войдете уже в позу, в асану, первое, на что обратите внимание, вот у кого это будет, это жалость. Жалость к себе. Тоже детская такая эмоция, которая, ну, в основном она. Я вот когда, я когда начал предупреждать, в принципе, перестало людей выносить из жалости. Вот, ну, или, или минимум стало. Но вначале люди прям говорили, все, я не могу, я поехал домой. Там, когда мы в ретритах это проводили, вот, то я не могу, я поехал домой. Вот, то есть жалость, именно жалость, чувство жалости, вот оно не давало дальше пройти. Поэтому держите у себя перед вниманием, вот эти 10 лет. Не бороться, не терпеть, не игнорировать, не сопротивляться, не оценивать, не сравнивать, не обесценивать, не удерживать. Кстати, у кого там тоже может быть удержание, страдание. Вот, такой как паттерн, что я, я живой, когда, я чувствую себя живым, когда я страдаю. Вот, это, это тоже может быть подсознательная программа, незаметная. Вот, типа, что я должен себя заставлять, что это я себя заставляю страдать. Вот, но это часто проявляется. И таким образом мы в моменте неосознанно делаем выбор. Вот, не тот, который нас ведет к расширению, процветанию, счастью и умиротворению, а тот выбор, который ведет нас к страданию, чтобы почувствовать вот эти эмоции, вот эти выбросы этих гормонов, и я живой. Вот так вот, ну, такой паттерн. Вот, то есть, вообще не обязательно вам развиваться через страдания. Даже не то, что не обязательно. То есть, вообще можно это, это, скажем так, эту ветку убирать. Вот, но для этого, конечно, необходимо, как бы, все равно не убегать от него. Потому что, убегая от страдания, вы не избавитесь от страдания, как от боли, которая все время наступает на пятки. Значит, первое, что может быть, это жалость себе. Ныряйте в эту жалость, купаетесь, тонете в ней. С 10 нет, скажем так, с инструментом 10 нет. 10 нет. Не терпеть, не бороться, жалость, значит, жалость. И проживайте эту жалость. Там какие-то детские будут картинки у вас идти, или что-либо еще, проживайте эти детские картинки. Можете себе проговаривать. Я отпускаю жалость в себе. Я отпускаю привычку жалеть себя. Я отпускаю убеждение, что жалость – это любовь. Вот эта фраза, она достаточно хорошо отрезвляет. То есть, что жалость – это не любовь. Соответственно, то есть, ну, это не любовь и принятие жалости. То есть, это совсем другое. Вот у Сенильникова жалость – это программа самоубийства вообще. Он так говорил. Жалость – это программа самоубийства. Поэтому через эту практику дайте… И, в принципе, это жертва. То есть, это треугольничек Карпмана, который сейчас я не успею вам проговорить, проговорю в следующий раз. Вот. Но дайте в этой практике жертве умереть. Жалость сначала, там пусть пройдется и еще что-то. Ну, дайте этой жертве умереть. Значит, жалость – не ожидайте, когда закончится. Вот если по-настоящему вот это «не ожидайте, когда закончится», вот это… Ну, она как один из десяти, но это одно из ключевых, скажем так, пунктов здесь. Вот. Потому что, когда вы не ожидаете, когда закончится, вы в моменте. Вот. И когда вы в моменте, это в вечности, как бы вы в вечности проживаете некий опыт, из вечности проживаете некий опыт, вот, вечное страдание, понимаете? То есть, например, вечное страдание. Ад – это же ады есть. Вот. И когда вы проживаете это в вечности в принятии, вот, все, ваша психика отпускает его, И вам нет необходимости его повторять, потому что он у вас уже прожит в вечности, в вечности, которую вы можете прожить только когда полностью присутствуете в настоящем, поэтому это не ожидать, когда закончится, это один из ключевых пунктов, вы прям натренируете, если будете потом еще работать, значит, ну прям улавливаете это ожидание, отпускайте, 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 это очень сильно расширит вас, то есть прям существенно, там вы искали выходы где-то в ментале у себя, пытались разобраться в ситуациях и даже в финансовых ситуациях, а тут вы пройдете через комфорт-дискомфорт, это как я бы сказал, огромный рычаг, такой, который, проснулись там мои, рычаг, который маленький рычажочек, комфорт-дискомфорт, но он делает огромный прям переворот внутри вашего восприятия, потом может быть невыносимость боли, страх боли и так далее, страх травмы, это просто страх, это еще не травма, это страх ретравмироваться, если у кого-то была травма до этого, страх это не сама травма, остановились там на каком-то периоде и проживаете этот страх, там у вас картинки идут, значит, проживаете, прокручиваете, то есть это, если я потянул пах ранее, я создал ситуацию, чтобы пропустить страх боли сейчас или менять асану, ну ранее это же когда, если у тебя сейчас оно еще, скажем так, болезненно, или это просто страх, вот если это просто страх, тогда, ну, остался страх, что опять подтянешь, вот, ты в своем режиме заходишь и этот страх отпускаешь, потому что со страхи тоже там, ну, как вы просто, у вас натренируются навыки, вы сможете сразу со страхами, в следующий раз про страхи буду рассказывать, сразу со страхами встречаться и их проживать в любви и принятия отпускать. Страх не справиться, отпускай страх не справиться, следующая, следующая наша встреча будет про страхи, вот, сейчас пока проживай, страх не справиться и усиливаешь асану и проживаешь этот страх, принятие. Если сейчас есть ощущение, то, ну, меняй это, да, поменяй асану, можно другую. Так, хорошо, значит, и идем так, ну, тут по времени я, там, минут, не скажу сколько, вечность, понятно, для вас это будет. Значит, мы какое-то время сейчас это сделаем, да, может, ну, ладно, не буду вам программировать это дело. Когда самостоятельно будете делать, себя времени не ограничивайте. То есть, идите до конца таким образом, чтобы увидеть, как рассыпается вот этот паттерн побега дискомфорта. То есть, у вас вот этот побег от дискомфорта привычный, он должен полностью уйти, даже наоборот. Во всяком случае, ну, это не про ситуацию, что вам надо идти во всех ситуациях, где там будет проблема и дискомфорт. Но внутри своей психики вы все время разворачиваете дискомфорт и его как бы изнутри взрываете. В самой практике, вы заходите в практику, у вас появляется ощущение, вот, от растянутых мышц или связок. Вы усиливаете все время и вы идете в самый пик. То есть, вы как вниманием раскрываете, взрываете изнутри самый пик вот этих ощущений. То есть, вы как за энергией идете, которая запрессовалась в этой боли. То есть, боль это запрессованная энергия. Вот, и вы как ее раскрываете, расширяете, вот, пока не почувствуете, что осталось просто ощущение от растянутых мышц. Нету страдания, нету боли, как такой вот, как у вас до этого, от которой хотелось убежать. Все просто достаточно расслаблено, просто ощущение от растянутых мышц, вот, вы не терпите. Вот это не терпеть, не бороться, не ожидать, когда закончится. Эти три пункта, они, в принципе, уже сводят с ума. Как это? Боль. Не терпеть, не бороться и не ожидать, когда закончится. Вот, и тут вот и необходимо сойти с ума, в этом смысле. Сконтролирующий ума, который постоянно, вот эту боль и держит. Терпеть, вот, бороться и ожидать, когда закончится. Понятно, да? Поэтому не терпеть, не бороться, не ожидать, когда закончится. И отпускайте ум, расширяйте, дайте расшириться. Так, хорошо, я включу вам музыку. Все время идете изнутри, за самым пиком. И дышите. Дышите, дыхание, если там задерживается, не задерживайте дыхание. Не ломайте себя, вот, ну и не жалейте себя. Поэтому вы как, если прям раз дошли до какого-то предела, чувствуете, что там, или страшно, или, вот, остановитесь в нем. Не возвращайтесь, не делайте паузы. Вот это тоже. Я сейчас передохну. Передышек не делайте. Раз там хочется передохнуть. Ага, паттерн убегать от дискомфорта. Понимаете? Хочу передохнуть. Не, подожди, я сейчас еще до конца. Вот, и дальше, 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 дальше. То есть на передышки не идете. Все, поехали. Не терпеть, не бороться, не ожидать, когда закончится. Не сопротивляться, не игнорировать. Все десять дней одновременно. Вот. И уже вот на практике. Проходим все, что там поднимается. Отпускаем жалость, если жалость идет. Страхи. Чистая воля. Самостоятельно сейчас работаете. Я музыку включу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Не сопротивляться, не ожидать, когда закончится, не игнорировать. Идете за самым пиком все время. Изнутри раскрываете. Исследуете, как ваши психики реагируют, раскрываете. Помните, что поверха дискомфорта, или ориентироваться на комфорт-дискомфорт, просто в бытийности обычной, это самая грубая оценка. Поэтому необходимо убрать эту реакцию, протоптать дорожку принятия. Прямо охотились за самым пиком. Субтитры создавал DimaTorzok Дайте жертве спокойно уйти с миром, умереть вместе с жалостью. Полностью освободить, отпустить жертву, дать ее умереть. Прямо можете помочь дыханием, помочь этому случиться. Отпустить это. Прямо Продолжение следует... 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 вот гвозди вот если у кого есть берите гвозди там сами можете делать и уже как осознанно прям уже с 10 дней и понимая что это вообще происходит вот или пойти к тем кто ставит на гвозди тоже пойти и прожить вот и почувствовать это расширение ну баня в бане например тоже это может быть там раз вы сидите когда дискомфорт появляется вы можете тоже через принятие раз еще продлить, еще продлить, еще продлить еще расшириться там холодная вода тоже с холодной водой тоже можете практиковать контрастный душ вот этих перепады температурные которые там может быть дискомфортно или вообще там холодная вода вообще это как страх смерти может у кого-то вызывать вот туда проходите вы же понимаете что не умрете там от душа холодного что это просто страх вот то есть необходимо его пройти и прожить в принятии расслабиться отпустить тело вот сейчас вот сейчас вот многие кто практикуют там еще погружение в холодную воду вот тоже это прям ну очень мощное там постепенное увеличение так в лобной у меня в практике сильное напряжение в лобной части в лобной части это третий глаз в принципе я думаю что ну вот это напряжение здесь я так вижу что это раскрытие этого центра в принципе раскрытие центра так или иначе вот уже туда энергия пошла и он раскроется через принятие как есть раскрываем так сейчас как определить время когда работаешь самостоятельно ранее делала самостоятельно всегда очень быстро нету времени такого как у кого-то быстро у кого-то дольше вы по ощущениям у вас должно идти сопротивление и борьба просто ощущение от растянутых мыслей все значит что это вам дает то есть мы это тренировали как некий паттерн там во-первых когда мы делаем сейчас бабочку у вас раскрывается вот эта паховая часть там тоже много блоков в тазу вот то есть оттуда блоки уходят это польза когда вы на гвоздях стоите это тоже очень сильная энергия поднимается по центральному каналу вот это тоже другой эффект но тоже очень эффективный вот поэтому кроме того кроме того что вы высвобождаете энергию этой практикой вот или там на йогу идете там тоже высвобождение с разных частей тела кроме того у вас появляется способность теперь не убегать от дискомфорта и когда вы в ситуации вот у вас отклик а там у вас дискомфорт это вызывало раньше то сейчас вы можете разворачиваться и идти за откликом а не убегать от дискомфорта и кроме и кроме того вы теперь когда вы это прогрузите полностью эту возможность вы сможете заходить любые прошлые болезненные ситуации с психически психологическим каким-то контентом какая-то детская отверженность покинутость отказы или что-либо еще прям болезненно в теле это могло закрепоститься сформироваться то вы теперь от этой боли перестанете убегать и вы сможете входить в эту боль и прям раскрывать высвобождаться то есть исцелять эти ситуации не долгими какими-то походами к психологам вот ну не знаю ну за полчаса ну за час понимаете то есть только зацепить эту ситуацию эту боль и вы уже не умигаете от нее наоборот входите и у вас все там раскрывается ну как это будет раскрываться ну или у вас сейчас это интуитивно там будет происходить ну или по мере марафона нашего там еще ситуации поднимутся и мы так постепенно акцент-акцент на финансовую на денежную на эту тему благополучия тоже будем делать значит следующий эфир я планирую воскресенье в 7 утра просто на 10 у нас там уже другое мероприятие так что мы там до тоже до 8 до полдевятого закончили и у вас весь день свободен хорошо значит задание кроме тех которые были до внедряем вот эти 10 не 10 не практикуем ответственность присутствие в настоящем ощущение в теле тоже исследуем вот и теперь еще добавляем работу с дискомфортом и болью прям исследуйте вот это то есть уловите вот этот момент что необходимо убрать паттерн автоматического побега вот и восприятие что это знаете я чувствую это не мое это не мое где-то там дискомфортная какая-то ситуация вот я чувствую это не мое вот это вот самообман соответственно убрать вот где вы из-за дискомфорта думали что это не ваше вот это просто был страх дискомфорта боли и так далее все друзья благодарю хорошей практики пока-пока субтитры